всем привет сегодня у нас посмотрите какие потрясающие винтовки это немцы чистокровные немцы это винтовки фирмы вайраух hw100 и соответственно они немножечко разные сейчас я расскажу вообще какие бывают и какие у нас сейчас представлены вообще тема дня у нас вайраух ламинат карабин как вы видите установлены никон вот но расскажу сейчас про каждую из них вот начну с этой эта винтовка с классическим с лоза мы видим ее ствол отличается длиной по сравнению с этими так как он 600 миллиметров этих винтовок он 400 это карабины то есть они обозначаются буковкой к вода это полноценная мы видим длинная версия вот здесь именно на этой версии встроенный модератор он не всегда бывает вот классическая с ложа такого светлого дерева большой резервуар относительно вайрауха большой его хватает там ну порядка на три магазина там может быть не 4 то есть порядка 40 выстрелов и они в максимальной комплектации 41 джоуль бывают дальше у нас соответственно винтовки к карабин вот это т.к. ой насколько она легче сразу показалось у нас пистолетной рукоятью у нас ведь какое темное дерево тоже очень красивая на ощупь такое ощущение даже немножко другое здесь у нас встроенный модератор оригинальный он на резьбе откручивается то есть можно поставить что-то другое биатлонная скоба у всех никакой разницы между ними нет но здесь маленький резервуар то есть резервуара хватает ну на самом деле честно говоря на один магазинчик то есть выстрел на 14 и ствол напомню здесь 400 вот этот вот красавец это hw 100 ламины этот то есть ламинат тоже т.к. тут у нас регулируемая щека очень красивая ложа из ламината немецкого ламината очень здорово смотрится и версия fsb то есть у нас тут интегрированный модератор ствол расположен в кожухе стреляет она уже изначально достаточно тихо поэтому вас короткий профиль ничего дополнительно можно не ставить вот и соответственно ввести прицельную точную стрельбу здесь напомню установлен nikon 416 на 50 тысячная серия сетка экспрат вот что про эти винтовки ну и в принципе сами можете посмотреть у нас много обзоров про них вот мы сейчас поедем в тир и отстреляем ее на 50 метров посмотрим на что она способна чем еще отличаются карабины они 37 джоулей чуть поменьше чем длинная версия 41 джоулевая насколько это влияет на точность то не на сколько 4 джоуля по сути они оптимизировали под короткий ствол вот каждую винтовку мы быстро кстати закачаем нашим портативным компрессором вот особенно карабины закачивать закачивают вообще меньше минуты вот там порядка 50 секунд очень быстро очень удобно то есть постреляли вставили заправили классная вещь вот ну ладно все собираемся едем в тир майраухи немецкие фирменные винтовки с лучшей кучностью в охотниками сейчас пристреляли файраук hw 100 в калибре 5.5 в ламинате вот и посмотрим кучу на 50 метров пули gsb 1.0.30 я к сожалению отсюда не увижу куда попадается там нет камеры а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снимать сначала... Стреляли на 50 метров. Сейчас посмотрим, что получилось. Чтоб вы не думали, вон мишень. Заправься мишень. Вон она. 50 метров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, выстрелов сколько? Наверное, 8 я сделал. Один отрыв. Ну, здесь стреляют из серьезного огнестрельного оружия. Поэтому я во время выстрела дрогнул. И один отрывчик. А так вот порядка 6-7 поль у меня получилось, ну, сколько? Ну, просто ее порвало. То есть, я думаю, что меньше 1 сантиметра. Вот. Миллиметров 9. То есть, смотрите, ну, как бы ноготь. Монета рубль, она пошире. И, соответственно, рубль по-любому ее закрывает. Вот. Прицел Хоук. Ой, извините, Хоук. Прицел Никон. 4.16. Сетка Эксмират. Вот. Это как мелдот, но с черточкой. Может быть, покажем в видео, вставим сетку. Кстати, не могу не отметить, что винтовки редукторные. То есть, воздух расходуется очень экономно. В отличие от всяких там дешевых аналогов, которые делают на прямотоке. И люди стреляют 5 выстрелов на неизвестной какой скорости. И, соответственно, иногда радуются этому. Здесь у нас порядка 40 выстрелов на оригинальном резервуаре. У нас можно заказать облегченный алюминиевый. Он будет в 2 раза легче, но в 2 раза больше. То есть, выстрелов будет не 40, а там порядка 70-75. Ну, почти в 2 раза больше. Вот. И по настройкам редуктора тоже там разные варианты. Он настроен, я так понимаю, с завода там порядка на 120. Да, где-то на районе 120. И без потери мощности вы стреляете все выстрелы. И поэтому они попадают в одно место. А не то, что вы на прямотоке стреляете. У вас есть какая-то плата. Потом идет снижение. И, соответственно, у вас выстрелы будут все ниже и ниже. И повторяемость никакущая. Поэтому я рекомендую именно немецкие винтовки с редуктором. Ну, у других их не бывает. Немцы, в принципе, делают точные винтовки. Они не делают какого-то говна. Соответственно, вот эти вайраухи все с редукторами. У этих маленькие резервуары. Здесь большие. И можно поставить еще больше. И такие резервуары есть, наверное, только у нас. Поэтому надо обязательно их купить. Вместе с винтовкой. Заказывайте. Продолжение следует.